КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИ КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИ Вопрос, с кем вы, мастера культуры, по крайней мере, в этом отчетном месяце, можно было бы закрыть, если бы не воронежские повстанцы. Воронежский камерный театр, известный бескомпромиссными постановками, покинули сразу три ведущие актрисы. И вот они на фото. После того, как из-за своей антивоенной позиции был уволен худруг театра Михаил Бычков. Еще в начале войны он подписывал коллективные письма с требованием остановить боевые действия. Позже категорически отказывался предоставлять участникам СВО и членам их семей льготные билеты на спектакли. И вообще отвратительно себя вел. Тем временем уже сейчас петицию в поддержку уволенного Михаила Бычкова поддержали, подписали около 6,5 тысяч обычных воронежцев. И вот комментарии из поста в телеграм-канале «Свободные люди» Воронежа. Ну что, хотели по-тихому неугодных спихивать? Не получилось. Боевой листок. Ноябрь 2023. Сегодня в выпуске. Смерть в Саратовской думе. Депутатка мечты. Почти революция где-то там, за Уралом. Позор, полиция! Позор! Прекратите аресты! И многое другое в нашем периодическом издании про смелую Россию настоящего. Ужасникам протеста! Прекратите! Один из трендов нынешнего российского сопротивления – черные списки. Телеграм-канал «Агенты войны», например, составляет списки должностных и публичных лиц, поддерживающих войну. Ну такая полезная работа на будущее. Среди агентов войны в ноябре оказалась судья Оксана Демяшева, Питер. Та самая, которая вынесла приговор Саши Скочеленко – 7 лет колонии за антивоенные ценники в супермаркете. И вот еще дочь Путина – Катерина Тихонова. Оказывается, она стала совладелицей крупнейшей компании-производителя боевых беспилотников. Свой черный учет ведет и проект «Ненорма». Собирает информацию об учебных заведениях, которые занимаются военной пропагандой и принуждают детей участвовать в ней. Внимание! Нашим чувствительным зрителям сейчас рекомендую не смотреть. Это свежая фотоподборка от проекта «Ненорма». Молодежный патриотический центр выборов в подмосковной Коломне играет с пятиклассниками в госпиталь. Школьников встретили окровавленные манекены, имитирующие работу хирургов. Конец цитаты. И да, это не норма. Хотя у патриотов норма своя, новая. Особенно у патриоток из Совета Федерации. Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом, по сути, ни к чему не приводит их. Они либо начинают работать совершенно по иным специальностям, либо еще что-то. И вот этот поиск себя, он затягивается на долгие года, и в результате выпускается вот эта детородная функция. Не боитесь, что вас обвинят в том, что вы хотите отмотать время назад? Не опасаетесь этого? А что в этом страшного? Ну и его высшее образование. Всем рожать? Павлова, кажется, решает вопрос огромных потерь на фронте. Пишет, злая мавка – это женское партизанское движение на оккупированных территориях Украины. Злые мавки подтверждают – частные клиники оккупированного Крыма заявили о добровольном отказе от проведения абортов. Ну и, конечно, тут важно искусство иллюстрации. Вот этот плакат с малышом в каске. Место женщины на революции. Листовки уральской феминистской инициативы в Екатеринбурге. Активистки этой же инициативы протестуют и в Челябинске. Запрет абортов – это репродуктивное насилие над женщинами. Растяжка в центре города и постоянные одиночные пикеты. Ну как я могу относиться к чуши? Никак. Мимо ушей пропустили, дальше пошли. Знаете, на идиотский вопрос даже отвечать не хочется. Ну как можно решить образование женщинам? История современной России, которую не покажут по ТВ. Вот что такое острый угол. И опросы на российских улицах уже часть истории. Про новые нормы – фрагмент ноябрьского опроса из Самары. Как вы не должны получать образование? Я отрицательный. Каждый человек должен учиться. А как вы думаете, почему сенатор решила вдруг устроить такие гонения на женщин? Понятия. Понятия. Я не знаю, может она это… Жена ненавистница сама. А кто кормит женщину, если она одиночная? Угу. Слышала. А как вы к этому относитесь? Я считаю, что это глупость. И вообще, как могло такое полно прийти? А кстати, вполне могло. Особенно если член Совета Федерации действительно в курсе происходящего. Вот фракция КПРФ из областной Саратовской думы, например, в курсе. Это они, коммунисты, привели вот эту смерть на думское заседание. Имя смерти осталось неизвестным. Но кто мешает гордиться безымянными героями? Очевидно, это реакция депутатов на статистику. Саратовская область вошла в топ-3 регионов России по абсолютной убыли населения. С января по август там умерло почти в два раза больше человек, чем родилось. В той же Саратовской области живет, трудится и не молчит депутатка смелой России настоящего. Ксения Чернова, коммунистка из города Маркс. И, собственно, в паблике протестного портала «Наш Маркс» 24 ноября она опубликовала вот такое обращение. «Заколебали уже. То в школе, то в детском саду, то трусы с носками собирают, то рисунки. Я понимаю, что все спускаются от дела образования. Но там, наверное, тоже должны понимать, что не все поддерживают эту вашу СВО. Не поддерживаю ни СВО, ни Путина, ни Ядросню. Там люди умирают. И я это не поддерживаю ни рисунками, ни чем-либо еще». В ответ на это местный депутат Единорос Игорь Деревянко написал жалобу в Марксовскую районную администрацию, обвинил Ксению Чернова в экстремизме, но Ксения Чернова от своих слов не отказалась. Более того, повторила их капслоком 28 ноября. «Примите это как факт. Я не поддерживаю Путина, я не поддерживаю СВО. Я не обязана участвовать ни в каких благотворительных акциях. Это мое законное, конституционное право». Итак, о том, каким же образом свои права на свободу слова статья 29 Конституции РФ и на свободу мирных митингов статья 31 Конституции РФ реализовали в ноябре обычные граждане. И что им за это было? «Путин вам в лицо харкает, выпускает убийц на свободу, которых ваши же коллеги ловили. А вы вместо того, чтобы взбунтоваться, возмутиться, языки в задницы засунули, и нас ловите, мирных граждан». Так, 18 ноября жители Хабаровска обратились к полицейским во время своей еженедельной акции в поддержку политзаключенных. И пока ничего хабаровчанам за это не было. Новосибирск, 25 октября. Активистка Елена Тардасова-Юн с одиночным пикетом. Вот это все фамилии политических осужденных, политических заключенных. Предлагаю вам присоединяться по всей стране проводить подобные акции, чтобы люди воочию видели масштаб происходящей трагедии, как людей массово, за антивоинную позицию, за призывы к миру, бросают в тюрьму и дают им сроки, как за убийство 6, 7, 8, 9 лет. Елена Тардасова-Юн придумала акцию «Ищу человека», чтобы найти людей и рассказать им о том, что, цитирую, «в стране происходит полнейшее безумие». В этот раз новосибирскую активистку не задержали, просто молча наблюдали. Вон из той машины. Там же в Новосибирске 29 октября на пикет вышла ЛГБТ-активистка Александра Сенько. Я не могу молчать в виде всего этого. Мне страшно за своих друзей, за ЛГБТ-сообщество, даже за себя, и поэтому я здесь. 30 октября Верховный суд России признал Международное общественное движение ЛГБТ-экстремистской организацией. По сути, такой организации нет, но ЛГБТ-люди в России теперь могут массово стать экстремистами. Ну а новосибирская активистка после пикета оказалась в отделении полиции. Город Киров Иван и Анастасия Жижневские с цитатой из Библии и плакатом в поддержку Саши Скочеленко их задержали, отпустили с предупреждением. Питер и тоже в поддержку Саши Скочеленко активист Александр Паламешев был задержан за нарушение антиковидных ограничений. А это активист Виктор Гилен, пермяк. 20 ноября задержали, предупредили, отпустили. Повезло. За прошедший месяц мы узнали о 29 новых для нас людях, против которых возбудили уголовные дела в связи с антивоенными высказываниями. Сводка антивоенных репрессий от ОВД «Инфо» за ноябрь. Помимо уголовных дел, а их сейчас 776, есть административные на данный момент 8288. И так называемое внесудебное давление за антивоенную позицию. Сотни случаев. Но существуют же безопасные протесты. Тихие. Это Тюмень. Акция «Забытые игрушки». А вот еще тихий протест из Екатеринбурга. Эти фото прислала наша зрительница. Спасибо ей. А что увидели вы? Как ваш регион борется за мир в Украине и свободу в России? Пишите нам, комментируйте, присылайте свои истории. И до встречи через месяц в смелой России настоящего. Акция «Забытые игрушки».